Так, Олф Красов. Почему Украина не может стать самостоятельной? Что не так? Не так укоренившаяся советская система управления, которая чуть модифицировалась, превратившись в такую монополистическую систему управления, когда народ действительно лишен права принимать решения, действительно лишен права выбирать себе власть, когда коррумпированные политики становятся основой власти. Коррумпированные политики, что это означает? Это означает, что когда им становится выгодным не быть независимыми, а им выгодно не быть независимыми, потому что деньги не пахнут. Ну вот, Украина и лишается этого права быть независимым государством. Всеми, так сказать, каналами, корнями, соединенные с беспринципными, циничными олигархами, которые действительно интернациональны, монополисты, которые не заинтересованы сегодня в независимости Украины, которым выгодна война, которым выгодно торговать с Крымом, не заниматься блокадой, как на что решились независимые институты, возникающие спонтанно в Украине. Блокада Крым. А им выгодно это, это коммерческие проекты. И они этому противодействуют. Как противодействуют? Вот для меня это главный пример. В последний день в Украине, полтора года назад, я встречался с руководителем этого общественного объединения АЗОВ в Красновом, который рассказывал мне, как они вопреки власти принимают решения о поддержке блокады Крыма. И через несколько времени, некоторое время я узнаю, что СБУ, вот эта самая власть, начинает бороться с этими институтами гражданского общества, которыми очень гордились многие украинцы, когда я там был. Они мне рассказывали, как это здорово, мы теперь вот гражданское общество взяли, создали. И это то, внешней политикой занимаемся, международными отношениями. Мы, гражданское общество, не власть. Вот и СБУ, служба безопасности Украины объявляет о том, что раскрыла заговор руководителя этого Краснов, руководителя этой общественной организации. Вообще агент ФСБ, у него там взрывчатку нашли, ну и так далее. Ну, понятно же, что это борьба вот с этими-то самыми институтами гражданского общества. И, что может быть еще более опасное, что мы видели в России, это рвущиеся к власти спецслужбы, силовики, которые тоже хотят участвовать в политической жизни, хотят принимать участие в экономической жизни. Чем это закончилось в России, мы видели. Чем это закончится в Украине, я не знаю. Ну, а сегодня силовики, спецслужбы Украины борются с этими новыми тенденциями, с Михаилом Саакашвили, с призывами к реформации. Они рвутся к власти, и это очень опасно. Вот. Так что, я думаю, что надо говорить о... Отвечая на вопрос, что не так, надо говорить о... Вот это советское прошлое, монополистическое. Читайте, внимательно слушайте Михаила Саакашвили. Он довольно точно определил эти точки опасности, называя это олигархами, влияющими на власть, коррумпирующими власть, не заинтересованными в реформировании экономики, не заинтересованными в притоке капитала, в приходе западных компаний. Какая помощь Украине, какая независимость, если граждане Украины не могут избавиться от собственных бандитов. Это то, с чего начал Михаил Саакашвили в Грузии криминальные структуры. И сделал это довольно успешно. Воров в законе, монополистов, олигархов, которые пытались влиять на политическую систему, довольно быстро из Грузии удалили, выдавили. То же самое необходимо сделать в Украине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...